Для Николая Шарыкина это первая и главная персональная выставка в стенах Ивановского дома художника. Из 35 работ 23 сделаны около крыльца его дома в Фурманове. Шарыкин предпочитает работать исключительно на пленэре при естественном свете и в естественных условиях. Изображать на холсте родные места и природу – самое любимое занятие живописца. Именно поэтому, наверное, его работы подкупают такой правдивостью и искренностью. Моя тема – это провинция. Ее оставить, запечатлеть, может быть, для потомков. Вообще художник оставляет после себя свое время, свои отношения к тому, что видел, где он жил, как он чувствует и так далее. По мнению Шарыкина, картина – это не предмет и незавершенная работа. Это состояние души, у которой свой цвет и свое настроение. Пышные буйные заросли цветов соседствуют здесь с чистыми, нетронутыми зимними лесами. Художник вообще любит белый цвет за его спокойствие и умиротворение. Зима. Просто удивительное время года. Состояние. Вот снег идет. Ну что может быть лучше, когда идет снег? Мягкость. Все белое, все красивое. Белый цвет самый красивый. Особенно, когда чистый холст, и ты думаешь, что ты на нем будешь писать. На вопрос, успешно ли продается работа, художник отвечает – наверное. Но в деньгах особой необходимости не чувствует. Его основной заработок – преподавание в детской художественной школе Фурманова. Вот уже почти 30 лет. На это он и тратит большее количество времени и сил. Для коллег по цеху любовь и потребность в том, чтобы учить рисовать, оказывается самой удивительной. Мне это он понятен по причине очень обыкновенной. Вот это все, вот это все, это все вопреки, а не благодаря, понимаете. Потому что одновременно преподавать и реализовывать себя творчески – это по большому счету подвиг. Эта выставка Николая Шарекина – своего рода входной билет в общество профессионалов. Хотя они уже твердо убеждены в том, что он состоявшийся художник. Он уже зрелый, состоявшийся мастер, но он не член Союза художников России. Так вот такая выставка, довольно-таки обширная и объемная, дает возможность художнику претендовать на вступление в Союз художников и влиться в ряды в профессиональных художников. Решение о том, можно ли принять Николая в Союз художников, будет принято позже, ближе к зиме. Для любого свободного мастера это бесспорно важный этап в творчестве, когда уже появляется статус и открывается второе дыхание. Художник осознает то, что его оценили, его поняли, его приняли. И в нем это желание просто утраивается. И начинается, понимаете, второй этап его творческой такой бурной деятельности. Начинающим художником педагог Шарыкин говорит только об одном – любите природу и то, что вы делаете. Только в этом заключается развитие и профессиональный рост. Шарыкин почти не путешествует, он действительно предан своей родине и любит ее с какой-то детской наивностью. Хорошо, если это взаимно.